Всем привет! Сегодня у нас мукбанг с роллами. Вы под видео задаете вопрос, почему в видео нет кости. Сейчас я вам об этом расскажу. Всем привет! А вот и я. Так, у нас сегодня роллы. Я уже в начале ролика об этом сказала. Мы заказали сет XXL. Мы его пробуем первый раз. С чего начнем? Я вот хочу с остреньких попробовать. Давай. Пьем мы сок. Я тоже их возьму. У нас тут васаби. Соевый соус мы сюда поставили и еще вниз поставили. Я уже проголодался, пока мы готовились к видео. Вкусный, да? Острый чуть не почувствовал. А, вот доходит. Мы с Нижулькой немного приболели. Из-за этого у нас может быть такой голос. Мне кажется, по голосам заметно, что мы болеем. Сейчас ходит вирус, какой-то грипп. Не коронавирус, конечно, про который все так говорят. Очень многие болеют сейчас. Обычный грипп. Пропадал я, потому что мы сейчас с Нижаной живем пока раздельно. Я работаю в другом городе. Да, и мы увидимся только на выходных. Приезжаю я на выходные. Так что ролики со мной будут выходить, скорее всего, только пока что по выходным. Как тебе роллы? Вкусные. Я попробовала вот этот вот с розовой топикой. Вкусно. Рис вкусный. Нам в доставке положили очень много имбиря. Ну и соус, соус тоже очень много. Будем есть имбирь. Сколько было кусочков? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть получается роллов. У нас по восемь кусочков. По восемь все были они? Угу. Это у нас сорок восемь штучек вроде, если я не ошибаюсь. Угу. Я попробую в Филадельфе. В Филадельфе, конечно, так, лайт называемая. Потому что рыбка только сверху. Давно я не кушал ролла. Сегодня мы поотвечаем на вопросики, которые нам задавали под видео. Вопрос от Moobank. Sweet Kids. Какая вы красивая пара. Очень люблю вас смотреть. Спасибо большое. Всего самого наилучшего и председания каналу. Вопросик. Расскажите, пожалуйста, как вы познакомились. Про это мы где-то рассказывали в ролике. Про то, как мы познакомились. Мы повторим еще раз. Мы познакомились в социальных сетях. Ну, как в социальных сетях? Увидел я Снежану вживую. Угу. Учились мы в одном колледже. Я пришел на первый курс. Я училась на втором. Ну, я его увидела уже на первом сентябре. Я помню этот день. Он впереди меня сидел в актовом зале. Получается, я как-то в коридоре увидел Снежану с ее подружками и сестрой. И в декабре, получается, я решил написать. Написал сначала. Я уже не помню, о чем мы тогда общались. Но мы сначала... Интересно, у нас переписка сохранилась? Я не знаю. Получается, мы просто общались. А потом... Гулять стали. А после Нового года, получается... Новый год мы не праздновали вместе, нет? Да. После Нового года мы начали общаться, гулять. Это был 2012 год, он мне написал. 2013 мы начали общаться. И все. Так и закрутилось, зальертелось. Мне вот эти уже понравились. Он написал в ВКонтакте. Мне кажется, многие знакомились с целью стих. Мне понравились роллы. Честно, мне тоже нравились, но я не могу прочувствовать весь вкус. Ну, с тем, что болеем. Потому что заложены у нас... И запахи, и вкусовые рецепторы немного притуплены. Мне кажется, мы все съедим. Конечно, съедим. Что за 50 роллов? Костя приехал вчера. Я так соскучился. Если честно, недели не виделись? А, нет, недели еще нет. Меньше. Так, я уже, по-моему, все роллы попробовал. Да, вот эти вот остренькие. С этой горочки получают самые вкусные. Но они там уж сочные, не сухие. Что ты хочешь вопросик прочитать? Вика Корчина. Очень красивая и милая. Я смотрела сериал «Черная любовь». Когда парень был в армии, очень понравился и зацепил безумно. Очень долго ходила, ревела сильно. Когда была последняя серия, потом не могла поверить. У меня тоже такие же эмоции были. Вопрос. Какой пород у вас кошки или коты? Не пойму, кто именно у вас. И много ли от них шерсти? Буду очень рада за ответ. Спасибо тебе за вопросик. У нас кошка одна. Она, как многие называют, сиамская. Но она сибирская маскарадная. Но она не чисто, да, сиамская получается. Мама у нее сибирская маскарадная. А она, получается, помесь с... Как ее называть? Сиамской? Да. Сиамской котом. И вот, получается, второй котенок у нас от этой кошки, но дворняжка, так сказать. Отец дворняжка. Отец дворняжка. Ну, шерсти от них достаточно, да, потому что они длинношерстные у нас. Очень много шерстя. Ну, в принципе, если каждый день убираться, то нормально. Так, и быстро имбирь съели. Оба девочки у нас. Да. И, конечно, у нас одна ласька, которая Василиса, толстенькая, не похожа совсем. Сколько примерно на килограмм-то есть? Я даже не знаю. Килограмм 4-5, наверное, есть. Наверное. А вторая у нас маленькая. Она почему-то совсем не растет, видна порода такая. Ей уже больше года. Она все так не выросла. Так, я Филадельф еще не пробовала. Да, пробую. Ну, так, в среднем Филадельфия рыбы мало, если вычищенного сыра не так много. Филадельфия так себе. Ну, и сет этот стоит не так дорого, потому что, ну, и ингредиенты здесь на эту сумму. 800 рублей сет стоил. Кому интересно, то вы некоторые пишите, говорите с целью. В принципе, я думаю, что для таких роллов это как раз их цена. Мне больше всего вот эти понравились. А запеченные сюда не входили. Это получается горячее должно быть? Нет. Нет? Следующий вопрос от Савенка Соня. Сколько вам лет и сколько вы встречаетесь? Мне 25. На это тоже мы отвечали. Мне 24 года. Встречаемся мы? О, много уже. Если с 13-го года, то 7 лет. О, у нас годовщина была. Угу. 7 лет. Мы каждый год забываем. Мы дату помним, но это уж не годовщина, это просто дата, когда мы начали общаться. Упал у меня имбирь. Сейчас я подниму. Вот сюда вот. Я вот ем имбирь и даже не чувствую, что такое хвост. А сразу даже не чувствуешь, да? Угу. Следующий вопрос от Матина Т. Все в ваших видео гармонично. Смотрю вас с самого начала. Спасибо. Спасибо тебе большое. Мы тебя помним. Твои вопросы часто звучат по вашим видео. Вопрос. Костя, вы путали когда-нибудь Снежану или Иану? Костя отвечает. Я их никогда не путал. Для меня они всегда были разные. В принципе, вот такой коротенький ответ. Иногда со спины можно перепутать, если они, особенно, одевают, если вещи друг к другу берут. В одних и тех же вещах можно, в принципе, со спины, наверное, перепутать. Но, а так, на лицо нет. В другом видео с Лианой мы рассказывали, как один мальчик, с которым она общалась, мне тогда писал, что я обманываю. У нас, у нее две странички фейковые. Вторая страничка со Снежаной это Орли Ана создавал. Кто смотрел этот ролик. Мы там едим роллы вроде. Да, почему-то, да, роллы больше всего набирают просмотров. Вам нравится так смотреть роллы? Когда я смотрю Мукбанг, я больше люблю смотреть фастфуд и роллы. Мы так быстро все съедаем. Ну, половинку мы съели. Ну, голодненькие. Хотя утром мы плотно завтракали. Следующий вопрос. Бывало такое, а это нам с Лианой задали, но в нашем видео с Костей, что саму сестру нравился один и тот же парень и была война за него. Ну, я так, честно, такого не было. Мы в каком-то ролике отвечали на подобный вопрос, что нам всегда нравились разные типажи подней. Понятно. Не было такого, чтобы нам нравился один. Мне кажется, это и плюс. А то, как драться за парня, я бы никогда не стала драться и ругаться за парня, если честно. Что, много что ли? Ой, мало что ли? Да. Нет. Просто, вы понимаете ситуацию, когда девушки там держутся какого-нибудь парня? Они понимают, зачем драться вообще девушки. Мне кажется, это некрасиво. Ты должен просто парень выбрать, с кем он хочет быть. Ты парня должны завоевывать и добиваться девушек, а не наоборот. Теперь какой большой. Следующий вопрос от Юника Ташминка. Вопрос. У вас были бывшие? Передайте привет Казахстану в село Шелек. Спасибо заранее. Казахстану привет. Привет. Много комментариев тех, кто из Казахстана. Нам очень приятно, что вы нас смотрите. Были ли у нас бывшие? Давай. Отключай. Ну, если честно, если даже мы общались с кем-то, ну, как я сейчас говорю, просто себя, если даже общалась с кем-то в другое, то у меня не было серьезных отношений. Мы полностью согласен, потому что мы начали общаться в раннем возрасте уже с Снежаной. Мне было 18. 18, мне 17 лет. До Снежаны я общался с девушками, но это были несерьезные отношения, как по мне, это мне еще было меньше 17 лет даже. Так чисто, общение, переписки, я думаю, это у всех было. Но даже гулять я больно ни с кем не гулял. Были знакомые, получается, у нас была компания парней и компания девушек также, наверное. Ну, вот подростковый возраст, и мы просто... Ни с кем гулял? Ну, общался уж. Но такого прям личного какого-то не было общения. Подарки никому не дарил? Дарил. Дарил? Угу. Ну, это, мне кажется, больше дружеские отношения были. Ну, как я сейчас считаю. Так что мы с Снежаной друг друга нашли в юном возрасте. Вообще, я всегда мечтала, чтобы у меня был один любимый человек на всю жизнь. Такой, как я, да? Хороший. Угу. Естественно, мы так быстро ролл отъедаем. Удивлена. Мне вот эти больше все понравились. Вообще, люблю, когда сверху ролл... Ой, вот поместился. Есть соус какой-то. Согласен. Они сразу становятся не такие сухие и вкусные. На вкус сочнее. Меня вот эти роллы даже укроп не смущает, хотя я укроп не очень люблю. Следующий вопрос задала Мухаббет Турабека. Привет. Видео очень интересное. Спасибо. У меня вопросик. А вы верите в судьбу и паранормальное? Угу. Я раньше осмотрела битву экстрасоцитов. Угу. И уверила, что там показывают все правду. Я не верю ни в какие вот эти мистические факты и паранормальные явления. Все, в принципе, в этой жизни можно объяснить просто... И ты в обоих не веришь? Нет. Это больше воображение людей, как говорят, что человек хочет увидеть, он то и видит. Думаешь? Да. Нет, я верю, конечно, что что-то есть. Все можно в этом мире объяснить, а что мы не можем объяснить, значит, не пришло еще время. Угу. Это же так? Я считаю так. Не верю ни в какие случаи. Но судьбу, в принципе, каждый творит человек сам. Не бывает такого, что он, как я считаю, у него там судьба такая, там у него какие-то сложности в жизни. А черная полоса, белая полоса? Каждый человек делает выбор каждый день. Как я считаю, заниматься спортом, например, это каждый выбор. Лежать вечером в телефоне весь вечер или уделить час, например, спортивным каким-то упражнением. Так же и в питании. Вечером наесть конфет, пиво там с чипсами или скушать что-то правильное. Или съесть 50 роллов за раз. Да, или как съесть 50 роллов. Ну, мы вот их съедим и уже вечером не будем так много кушать. И в течение недели, в принципе, я всегда стараюсь рацион свой поддерживать правильно, не ем. сейчас сладкое уже довольно-таки давно. Стараюсь больше кушать фруктов. Молодец. Я, если честно, верю в судьбу. Нет, это съем. Как говорят, что уже все предначертано. Я, если честно, в это верю. А я нет. Любыми самими действиями ты можешь, в принципе, все изменить. Ну, например, несчастные случаи, когда люди садятся на самолет или опаздывают о самолет, потому что не случается. Это же судьба. Разве нет? Это твой выбор. Ты же сделал выбор полететь на этом самолете. Может, судьба. Какая судьба? Если ты запланировал отдых куда-то лететь, это же твой выбор. Ты мог полететь в совершенно другое место. Просто такое стечение обстоятельств. Кадр. Наскошка, а не кадр. Они любят на спине очень сильно лежать. Лягут, ноги, разцовывают руки, разцовывают и лежат. Следующий вопрос. От Лизы Коплинской. Какое классное семейное видео. Вопрос. В каких оттенках у вас была свадьба? Для подружек невесты я выбрала тогда бежевый цвет, телесный. Если бы все вернуть назад, я бы цвет никакой не выбирала. Потому что у Лианы сейчас свадьба будет. Она сказала, выбирайте любой цвет. Ну, я считаю, кроме красного и белого, которые слишком много внимания забирают. И вот у сестры моей двоюродной тоже свадьбы будет. Я тоже ее спрашивала. Я сказала, какого хочешь, приходи, хочешь, черного, приходи. Какому тебе будет комфортно? Это остальное право. Потому что все равно не все цвета подходят человеку. Даже если люди выберут цвета, одинаковые оттенки будут все равно разные. Да. Или надо заказывать у кого-то эти вещи, чтобы шили. Чтобы у тех одинаковые были. А так, да, все равно разные фасоны и не смотрят цвета одинаково. А у меня был пиджак такой розовый, не розовый даже, а красный, белый. Да, такой в клеточку. Наверное, больше розовый. Ну да, даже больше розовый, возможно. Вы можете увидеть у нас фотографию на заставке. Еще одну съем. Брюки у меня были темно-коричневые. Так, рулы понравились. Мужчинам как удобно. Купели костюм, потом могут куда-то его носить. Если влезает. А свадное платье все. Называется, один раз одел и все. Я удивлена, что мы все роллы съели. Почему еще так быстро? Я не скажу, что я наелась. Еще роллы не такие большие. И сыра творожно мало. И васаби? Не едай. Не острый. Не едай, я только что села. На стол жирел. Ну, естественно, мне не очень понравилась Филадельфия. Кстати, по Филадельфии можно судить, как готовят роллы. Из-за них. У меня все согласен. Эти роллы Филадельфия не очень. Рыба вообще не чувствуется. На ней стоит недорого. 190. Когда хорошая Филадельфия, рублей по 300 будет стоить. Да. В нормальном заведении. Вы так же наелась, чтобы было вкусно. Последний ролл. Я его доем. Но больше, конечно, я люблю запеченное. Согласен с тобой полностью. Может быть, если были запеченные в таких размерах, мы, может, не смогли бы съесть. Мы все кусь съели. Молодцы вы. Мы лечимся. Пьем таблетки. Да. Пьем чай с лимоном, с медом. Все потратили. Больше фруктов кушайте, чтобы не болеть. Мы все съели. Мы большие молодцы. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Смотрите наши видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Возможно, в следующем ролике ваш комментарий поднимется на тему обсуждения. Да, потому что некоторые обижаются, что их комментарии не считают. Честно, я все выбираю, которые под роликом есть. Я не знаю, как получается, так что я некоторые не зачитываю. Ну, их потому что тоже не так мало, и это хорошо. Нам приятно. У нас скоро уже будет две тысячи. Да, мы ждем этой отметки. Что-нибудь придумаем необычное, да? Согласен. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч.